Здравствуйте! В эфире новости на русском. В студии Баку-Ньюс Сахиба Назарова. Сначала коротко о главных темах выпуска. На восьмой встрече Госкомиссии по делимитации Азербайджана-армянской границы достигнута договоренность о возвращении Азербайджана четырех оккупированных Армении сел Газахского района. Бакинский аэропорт вновь удостоен высокой награды. Международный аэропорт Гайдар-Алиев в очередной раз назван одним из лучших аэропортов региона. Сегодня в иранском Исфахане прогремели взрывы. Кто атаковал территорию Ирана и как Тегеран комментирует это? Сегодня в выпуске. На границе между Азербайджаном и Арменией состоялась восьмая встреча комиссии по делимитации армян-азербайджанской границы. О чем договорились стороны по итогам встречи в следующем материале. 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шаина Мустафаева и вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча госкомиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией и комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между странами. В ходе встречи комиссии договорились они же в следующем. На начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Республики Армения, Воскипар Республики Армения, Ашавы Аскипара Азербайджанская республика, Киранц Республика Армения, Хейрымлы Азербайджанская республика и Беркабер Республика Армения, Газылгаджилы Азербайджанская республика с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада. Постановили, что описание данных отрезков линии границы будет составлено с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности, которое будет оформлено соответствующим протоколом, описанием, который должен быть согласован и подписан сторонами в срок до 15 мая 2024 года. Согласовали, что стороны обратятся к своим правительствам с целью принятия мер для одновременного и параллельного размещения своих пограничных служб на согласованных отрезках линии границы. Также согласовали, что до полного завершения процесса делимитации, указанные в протоколе описание отрезки линии границы, будут считаться делимитированными. Параллельно условили завершить работу по согласованию проекта положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской республикой и Республикой Армения и комиссии по вопросам делимитации госграницы и пограничной безопасности между странами срок до 1 июля 2024 года и приступить к процессу внутригосударственных согласований и утверждения положения в порядке и в соответствии с требованиями законодательств государственных сторон. Стороны договорились, что в процессе делимитации будут основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года. Стороны также условили зафиксировать данный базовый принцип в проекте положения, если в дальнейшем соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской республикой и Республикой Армения будет установлено иной, то соответствующий пункт положения будет приведен в соответствии с принципами, установленными данным соглашением. Договорились после утверждения сторонами положения согласовать очередность и продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклаов и эксклаов. По результатам встречи был подписан протокол, решили согласовать дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке. Отметим, пресс-секретарь МИД Азербайджана Ахангаржизаде назвал долгожданным историческим событием возвращения четырех азербайджанских сел, находившихся с начала 1990-х годов под армянской оккупацией. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с премьер-министром Палестином Мухаммедом Мустафой. Палестинский премьер поздравил Азербайджан с председательством на предстоящей 29-й сессии конференции сторон Рамочной комменции ООН об изменении климата. В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также ситуацию в ГАЗе. В Физули организована двухдневная акция офтальмологических обследований. Акция приурочена ко дню рождения выдающегося ученого-офтальмолога-академика Зарифы Оливой. Врачи Национального центра офтальмологии обследовали более 200 граждан. Пациентам, у которых были выявлены серьезные проблемы со зрением, рекомендовали обратиться в Национальный офтальмологический центр, где им проведут хирургические операции. В ведомстве отметили, что при своевременном обследовании и лечении можно предотвратить 80% случаев нарушения зрения. Вакинский аэропорт вновь удостоен высокой награды. Международный аэропорт Гейдар-Алиев в очередной раз подтвердил свой статус одного из лучших аэропортов региона, победив в двух номинациях престижной премии SkyTracks World Airport Awards 2024. Он назван лучшим аэропортом Центральной Азии СНГ и обладателем лучшего аэропортового персонала в Центральной Азии СНГ. Отметим, что премия World Airport Awards считается стандартом качества для мировой аэропортовой индустрии, основана на опросе World Airport Survey, проведенном среди пассажиров из 100 стран мира в течение 7 месяцев 2023 по 2024 год. Два аэропорта Азербайджана – Международный аэропорт Гейдар-Алиев и Гянджинский международный аэропорт – вступили в ряды Международного совета аэропортов Европы – Airport Council International. Отметим, что Международный совет аэропортов Европы играет важную роль в обмене передовым опытом организации, конференций и выставок, продвижений, новшеств и технологических инноваций в аэропортах. Присоединение воздушных гаваней Азербайджана к Совету аэропортов дает им право участвовать в программах аккредитации по совершенствованию аэропортов. Продолжаем выпуск. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. В интервью СМИ России коснулся позиции Армении в вопросе урегулирования отношений с Азербайджаном. Сергей Лавров заявил, что Армения в этом процессе ведет непоследовательную политику. Россия считает Армению своим союзником, причем не только в юридическом смысле, ведь Ереван понимает важность Москвы для его безопасности и развития. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью радио «Спутник», «Комсомольская правда» и говорит Москва. «Мы все-таки с Арменией союзники, мы по-прежнему считаем нас союзниками, мы союзники юридически. Я думаю, что не только юридически, что там есть те, кто понимает значение России для безопасности и экономического развития Армении», – сказал министр. Напомним, что 10 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте Армении сказал, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена, но их значение трудно переоценить. Лавров отметил, что это очень важные слова, которые можно считать реакцией на наглые беспардонные действия Запада, а особенно США и Евросоюза, направленные на ускоренный отрыв Армении от России. Помимо этого, Лавров рассказал, что надеется на контакты Пашиняна и президента РФ Владимира Путина по ситуации вокруг Карабаха, где лидеры смогут обсудить все происходящее без аргументов, которые подбрасывают наши западные недоброжелатели. Также глава МИД России обратил внимание, что Армения получает от Евразийского экономического союза, Евразес, гораздо больше выгоды, чем другие страны-члены. По его данным, за счет участия в этом объединении реализуется до 35% экономики Армении и 37% ее товарооборота обеспечивается именно Евразес, а Евросоюз и США вносят лишь 13% и 5% соответственно. Накануне, 18 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад отводит Еревану лишь роль инструмента для разжигания пожара на Кавказе и нацелен на разрыв связи между РФ и Арменией. В интервью российским изданиям Сергей Лавров также подчеркнул, что Армения ведет непоследовательную политику в вопросе урегулирования отношений с Азербайджаном. Армения сама еще не делимитировала границу с Азербайджаном, подчеркнул Лавров. Он отметил, что трехстороннее соглашение, подписанное в 2020 году, обеспечивало сбалансированный прогресс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, способствовало возобновлению всех коммуникаций. Однако в процесс пытался вмешаться Запад в лице США и Евросоюза. В 2022 году ДКБ на саммите в Ереване согласовал документ о передаче дополнительных вооружений для охраны границ Армении. Это факт. Все министры, включая Армянского, завизировали это. А наутро, когда Пашинян открывал саммит, он сказал, что консенсуса не получилось, сказал Лавров. Зато, по словам Лаврова, этот консенсус случился в армянском обществе по миссии Евросоюза, которую обещали на два месяца. А сейчас она бессрочная. Там уже канадцы. Туда же хотят другие члены НАТО. Это уже не евросоюзовская миссия. Это уже будет миссия НАТО, отметил Лавров. В любом случае, по его словам, когда был подписан документ о признании Карабаха частью Азербайджана, признание Алматинской декларации, в нем ничего не было сказано о необходимости обеспечения особых прав армянского национального меньшинства в Азербайджане. Поэтому, по словам Лаврова, неправильно говорить о том, что армяне ушли оттуда из-за пиздействия российских миротворцев. Он выразил надежду, что будут контакты между руководителями Армении и РФ, где все эти вопросы можно будет обсудить без аргументов, подбрасываемых западными недоброжелателями. Лавров отметил, что Ереван несправедливо относится к участию России в процессе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией, а также к роли миротворческого корпуса, который располагался в Карабахе. Напомним, что 17 апреля начался вывод российских миротворцев из Карабахского экономического района Азербайджана. К другим новостям. Сегодня около 4 часов утра в соцсетях появились первые сообщения о взрывах в иранском Исфахане. Израиль не берет ответственность за атаку на Ирана. Тегеран уже называет произошедшее взрывом на заводе. Кто же атаковал Иран? В следующем материале. Власти Израиля по стратегическим причинам официально не возьмут ответственность за атаку по территории Ирана. А Тегеран уже называет произошедшее взрывом на заводе и хочет избежать эскалации. Об этом пишет израильское издание The Jerusalem Post. Израильские власти ранее предупреждали, что могут нанести ответный удар после того, как в прошлые выходные Иран выпустил сотни ракет и беспилотников по израильским городам. Почти все они были сбиты. При этом США дали понять, что не присоединятся к ответному удару по Ирану, но в четверг ввели санкции против людей и организаций, причастных к производству иранских дронов, в надежде сдержать эскалацию. Несмотря на это, около 4 утра 19 апреля появились первые сообщения о взрывах в социальных сетях. Жители Исфахана и его окрестностях писали, что проснулись от громких звуков, из-за которых, по словам некоторых, у них тряслись окна. Далее ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщили, что Израиль ударил по Ирану ракетами. Государственные СМИ Ирана спустя несколько часов сообщили. Людей в Исфахане и Тебридзе разбудило то, что система ПВО обнаружила несколько дронов и сбила их. В то время как некоторые подвергали сомнению официальную версию средств массовой информации и официальных лиц, другие видели в этом знак того, что режим решил не идти на дальнейшую эскалацию отношений с Израилем, и что заявление о том, что ничего не произошло, это способ сохранить лицо и уйти от очень опасной игры в око за око, приводит BBC слова эксперта. А источники иранского телеканала Пресс-ТВ заявили, города Ирана, включая Исфахан, не подвергались атакам со стороны какого-либо иностранного государства. Добавил масла в огонь представитель Иранского национального центра киберпространства Хосейн Дальриан, который недвусмысленно намекнул, «Беспилотники, сбитые средствами ПВО Ирана в небе над городом Исфахан, были запущены с территории Исламской республики». На ситуацию отреагировал Илон Маск. Когда появилось предположение, что потенциальной целью израильской атаки являлась восьмая база ВВС Ирана, на которой находятся переданные США режиму Пехлеве в 70-е годы XX века истребители F-14 «Томкат», Маск написал, каким-то образом наши налоговые доллары взрывают наши же налоговые доллары. Турция призвала Израиль и Иран воздержаться от шагов, которые могут привести к перерастанию напряженности между ними в постоянный конфликт. В заявлении МИД Турецкой республики подчеркивается, что приоритетом международного сообщества должно стать прекращение конфликта в Газе и обеспечение прочного мира путем создания независимого палестинского государства. Известному армянину предъявлены иски на сумму более миллиарда рублей. Арам Габрелянов и его сына Шот обвиняются в ряде крупных хищений и рейдерских захватов. Владелец медиа, ярый армянский националист и искренний российский патриот Арам Габрелянов срочно заметает следы и сливает своих людей. Об этом пишет известный российский телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Принадлежащий Габрелянову Офшор ТИГ и Московское общество с ограниченной ответственностью СОТ Рейд Ресурс, используя сфабрикованные документы, совершили рейдерский захват двух промышленных предприятий Открытого акционерного общества Милор и Открытого акционерного общества Промциолит. Незаконность этих действий была доказана в судах, и Габрелянов, прежде чем вернуть захваченные предприятия, вывез с них все оборудование и технику. За это Габрелянову и его сыну Ашоту были предъявлены многократные иски по возмещению ущерба на сумму более миллиарда рублей. Ашот Габрелянов сбежал в США и оказался в поле зрения американских спецслужб. А Арам Ашотович начал заметать следы, фиктивно развелся со своей женой, чтобы спрятать имущество. А своих подельников, которые раньше работали на него и участвовали в хищении активов, предал, сообщает источник телеграм-канала ВЧК ОГПУ. На скамье подсудимых оказались Андрей Мушкин, бывший финдиректор в медийном бизнесе Габрелянова. Его судят за хищение акции Открытого акционерного общества «Милор» и Открытого акционерного общества «Промциолит», который он совершил в пользу ТИГ. А также Анна Степанова, которая ранее также работала на Габрелянова в издательском бизнесе. Анна – фигурант уголовного дела за хищение, совершенное ею в пользу Габрелянова. Впрочем, несмотря на все обвинения и судебные решения, Арам Ашотович изо всех сил пытается избежать какой-либо ответственности, используя свои связи для оказания давления на правоохранительные органы. Также смотрите нас на кабельном 10-м канале на АСТелеком, БакТелеком, на 18-м канале Ситинет, кабельном 2-м канале на Коннект ТВ, 12-м аналоговом и 22-м цифровом каналах КТВ, на АйЛя ТВ по АйПи на 8-м канале, на цифровом 17-м и аналоговом 31-м каналах. Также Баку ТВ смотрите на 40-м канале АТВ+. Следите за новостями на русском по выпускам Баку Ньюс 19.00. Всего вам доброго и до встречи.